добрый день дорогие друзья на календаре июль месяц 2023 года на часах 12 часов ночи и мы закончили монтаж нашего невероятного детского игрового домика который находится сейчас у меня за спиной вы только посмотрите на это прекрасное очарование но прежде чем приступить к обзору нашего детского игрового домика я бы хотел погрузиться в небольшую историю этого самого домика история началась с того что нам написали в апреле месяца и попросили сделать детские игры мы с радостью принялись за исполнение данного домика кстати нашли нас в инстаграме и были очень рады что нас нашли я конечно этому удивился но не совсем ведь на самом деле такие детские игровые домики на территории всей нашей большой необъятной родины практически никто не делает да есть ребята которые на коленках в гараже что-то мастерят но там качество соответствующее я думаю в следующем ролике я более подробно покажу какие домики делают на коленках и в гараже это будет более наглядно но сейчас мы не об этом сейчас я хочу поговорить про этот домик почему июль месяц ведь должны мы были поставить еще в июне месяца так уж бывает что из 20 клиентов только у одного заказчика бывает сдвиг по срокам так случается мы все люди у всех есть задержки у нас также есть потому что у нас есть поставщики домик это сама по себе сложная конструкция которая состоит из многих деталей нас есть поставщики краски материалы дерево мдф тот же самый горький тена батута и многих других составляющих этого домика и не всегда все складывается так идеально как мы того хотим более того сам домик он подгоняется индивидуально под каждого клиента по длине по высоте по ширине по наполнению по стилю до происходит именно индивидуальная работа потому что домики делают не бездушные станки а делают мастера я своих коротких видео на нашем канале в шортах показываю как работают ребята как они инструментами и показывают их руки если интересно переходите посмотрите именно в этом случае так и произошло что череда событий поставщиков плюс наши сотрудники ребята рабочие мастера тоже есть свои личные проблемы которые они очень заняты и так сложили обстоятельства что этот домик пришлось немножко по срокам задержать но есть одно обстоятельство которое меня очень сильно радует мы не посредник да да нас очень сильно ждали но оказалось что мы приехали а тут еще вздохе очень многое не готово где мы находимся правильно мы находимся в городе ставрополе в детском игровом центре love студии вот здесь будет ссылочка в instagram здесь будет точный адрес переходите смотрите подписывайтесь приходите обязательно в гости друзья перед тем как приступить к обзору этого детского игрового домика я кое-что вспомнил и хочу кое-что сказать помните наше детство помните как проходили у нас дни рождения наверняка они практически у всех проходила либо дома либо на улице во дворе на природе да безумно повезло тем ребятам у кого день рождения с мая по сентябрь а что делать всем остальным правильно праздновать дни рождения у себя дома когда приходят гости классно было да но а был один нюанс это наши родители мы наверняка не замечали того момента что наша мама самого утра готовила днем рождения готовила квартиру готовила кухню готовила еду готовила нас следила за нами чтобы мы что-то не натворили и не испортили к приходу гостям потом приходили гости мама следила накрывала на стол угощала убирала тарелки занималась мы веселились и игрались да но день рождения заканчивался мы ложились спать а мама шла мыть посуду классный день рождения было у нас а у мамы был классный рабочий день очень сильный точно напоминающий что сегодня день рождения маме нужно страдать сопоставим с родами да а что еще было на день рождения а в день рождения еще были висели какое же веселье наследовало это были папины и мамины друзья в хорошем настроении и бабушка которая могла весело играться своей выставной челюсти вот это было потеха но сейчас время изменилось дни рождения можно справлять уже не дома для этого и специальные заведения стиле лов такое как это куда можно прийти всей своей семьей пригласить друзей и маме не нужно напрягаться мама может просто с папой заказать сюда еду вкусняшки детям пиццу какую-то картошку фри бургер или можно полезные салатики да не важно можно просто взять нажать четыре клавиши и заказать и родители также могут и себе заказать что-то приятно дети будут играться в большом пространстве светло здесь получится великолепные фотографии на фоне вот такого шикарного домика не того домика которым мы строили себе из халабуды и вещей и стулья да это было классно но это было наше детство и такого там не было согласитесь если был бы выбор играться здесь либо с вещами со стульями строй там шалаш выбор был бы очевиден ну это понятно в общем дорогие друзья я конечно немножко затянул но так хотелось с вами поговорить давайте сейчас возьмем и пройдемся по этому домику и так есть осмотреть на домик слева направо именно так как смотрите вы в этом видео то с левой стороны у нас находится батут батут размером два метра на полтора метра при входе в батут у нас есть вот такая вот мягкая горочка подъемчик где дети смогут спокойно подыматься и спускаться по мягким частям держать кстати за перила батут защищу сеткой со всех сторон поэтому дети могут прыгать спокойно и безопасно далее она встречает центральная часть домика с винтовой белой горкой и два домика которые соединены между собой прекрасным балконом с забором а между домики с внутренней части есть целая кроличья ныра где те могут ползком перебираться с одного домика в другой обходя балкон а если кому лень могут пройтись по балкончику крыша домика выполнена в виде черепицы ну а справа стороны находится у нас домик со входом и лестнице лестница выполнена вот так вот в красивом декоративном стиле виде облачков можно подняться на второй этаж кстати заход в домик в этой части находится спереди а в ту часть домика который находится слева заход именно из-под горки немножко спрятан от посторонних глаз хочу рассказать нашу историю как изначально мы искали собственно кто нам сделает вот эту красоту где-то месяца 2-3 я бродила по просторам интернета в поисках вообще каких-то ключевых слов как вообще это может называться кто этим занимается где может быть в нашем городе нет в общем очень долго я искала и нашла и была очень счастлива я прямо так и писала что здравствуйте как рада я что вас нашла еще и так рядом мы живем в Ставрополе заказали этот домик из ростова вот нам его привезли замечательный красивый мы просто счастливы все счастливы просто даже он как с картинки мы смотрим на него и не можем поверить своим глазам что это у нас сейчас вот здесь такая красота творится изначально я все придумала сама как бы ну увидела похожие домики и на сайте чем-то дополнила хотелось что-то сделать чтобы было не похоже на то что мы видели ранее много где бывали много что видели но в общем получили что получили ожидание реальность как бы стопроцентное цвете не были очень большие переживания по поводу цвета я как бы по образованию дизайнер и немножко связано с цветовыми палитрами гаммами всеми оттенками и очень долго подбирала цветовые сочетания и переживала как они будут на самом деле в в объекте смотреться собственно нас очень поразило стопроцентное совпадание в тоне в цвете в холодности теплости оттенков вообще просто супер это было очень приятно очень было приятно работать с командой спасибо вам большое за реализацию нашего проекта мы очень счастливы и спасибо спасибо вам большое за доверие к нам очень будем сильно стараться радовать вас пусть радует вас наш домик пусть приходят к вам детки а мы максимально постараемся этому соответствую правильно правильно спасибо до новых встреч пока пока спасибо